так алё 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 насколько великолепно слышно меня так давайте-ка поставим плюсики у нас как обычно так слышно на десятку отлично отлично и сейчас я бы очень попросила директоров вот к сожалению у нас нет видео хотя я очень надеюсь что все же его можно будет запустить он видно кто может еще из директоров выйти в прямой эфир а потому что там это сидим сами с собой нас не видно отлично отлично великолепно команда профессионалов все вот уже уже приятно общаться уже все общение идет совершенно на другой волне вот теперь мы начинаем теперь мы начинаем наша прекрасная замечательная команда у нас сегодня несколько вопросов и я вам показывала уже сейчас на слайд-шоу о том что мы сегодня будем рассматривать каждый спикер будет выступать немного мы будем в эфире всего по пять минут нас 7 человек это уже будет почти целый час у нас были уникальные потрясающие результаты целью нашей поездки целью нашего приезда в кб минск было несколько основная задача была посмотреть насколько рационально используются целевым ли назначением используются средства которые мы перечисляем и куда движется то что мы наблюдали вот я сейчас вам показываю видите на экране первых два пункта по которым вам отчитаюсь я потому что я на сегодня являюсь как бы руководителем инициативной группы ревизионной комиссии инвесторов то есть от инвесторов и мы как бы проверяем что происходит с финансами и с фондами и в мои задачи входило непосредственно посмотреть рациональное использование средств и познакомиться с расположением кб режим работы так как я очень много времени своей жизни работала именно на производстве для меня не составляет труда проверить то что мне показывают площади объемные люди это остальные лица которые были собраны на пять минут либо это действительно реально работающий кб где люди профессионалы и где все движется согласно тому плану и графику внедрения которые нам представлены то что я могу сказать для вас радостного мы были поражены поражены в хорошем смысле слова потому что новое как бы в два раза больше и в два раза дешевле то есть по факту наши средства то есть расходование средств выиграл в четыре раза мы с вами как инвесторы получили выгоду в четыре раза это уникальное как бы я сейчас постараюсь точно так же вам показать мне тут есть фотографии для того чтобы вы посмотрели как выглядит это прекрасно как бы это роскошный офис на самом деле он очень большой он очень просторный сейчас вот мы найдем фотографии непосредственно самого офиса и действительно то есть он очень перспективные анатолий эдуардович провел нас по всем этажам даже по тем этажам где вход по отпечатку пальцев какие тоже тоже есть потому что там работают профессионалы экстра уровня экстра класса и а там уже идут секретные технологии то что мы действительно увидели по факту когда были в офисе что работают эксперты те люди которые на сегодня занимаются внедрением проекта это эксперты высокого класса которые не только на отработали те инвестиции которую на сегодня с вами перечисляем но и эти инвестиции отработаны вперед на 300 процентов на сегодня несмотря на то что как бы мы все инвестируем и каждый месяц идет приток инвестиций каждый месяц появляются новые люди которые вкладывают технологию на самом деле к б работает на опережение то есть они выполняют ту работу за которую мы с вами еще не заплатили то есть на которую не было собрано средств каким образом это проявляется мы увидели к бы и нам показал анатолий едуард чьюницкий вместе с ребятами которые его работают с профессионалами что вот это с одной стороны как бы нехватка средств нет нет не то количество инвестиций которые мы на сегодня все с вами даем оно привело к тому что был целый ряд разработок который помог сократить путь об этом расскажет сергей сибиряков потому что в этом он эксперт но вы увидите насколько конструкторское бюро ни секунды не стоит на месте не ставит себя совершенно в зависимости от того придут инвестиции или нет они просто работают многие из них работают потому что это страсть всей жизни и все это вместе тянет вперед локомотив этот гигантский поезд который мы с вами тоже движем и он называется skyway небесной дороги ирина волкова у нас расскажет о тех впечатлениях которые мы наблюдали на площадке когда мы были уже непосредственно на самом поле потому что конечно то с каким энтузиазмом а с какой страстью молодостью действовал во всех ситуациях единицкий просто поражает жара была неимоверная мы все несмотря на то что как бы вроде и моложе но мы все были просто измотаны и конечно поражает то как вел себя анатолич эдвардович юницкий это действительно является страстью его души и мы счастливы от чистого сердца что мы с вами имея возможность быть частью этого процесса прекрасной частью этого процесса то что мы увидели конечно что инвестиции важно вкладываться в инвестиции больше и у нас сейчас проходит ряд вебинаров где просто будет объясняться механизм насколько важно все же делать ежемесячные инвестиции какие бы мы ни были сейчас никто не верит о том что все должны побежать и вкладывать миллионы но на самом деле когда у нас на сегодня 108 тысяч подписчиков вот если собрать фонде всю команду у нас уже больше наверно даже 108 там 150 появляется так вот если бы каждый человек даже из тех кто подписан на сегодня небольшую сумму ежемесячно откладывал все выдвигло совершенно иначе все выдвигло совершенно по другому возможно вы сподвигнетесь этой грандиозностью и поведете себя немножко иначе вы начнете иначе инвестировать вы увидите больше плодов своих инвестиций потому что все уже вышли на стартовую площадку уже заложили все основания уже заложили первый столб сергей сибирьков об этом расскажет подробно потому что он технический эксперта специалист в этом и основное что на сегодня является важным вы понимаете и об этом немножко скажет ирина волкова у нас на сегодняшний день и как бы снижается очень резко количество пакетов в акции потому что мы вышли уже на выходе на сертификацию поэтому в месяц за следующий месяц несколько раз будет снижен акционный пакет если у вас есть стремление поддерживать технологии пожалуйста делайте это в ближайшее время в любом случае в инвестиции будут будут выгодны всегда на ближайшие 10 20 30 и далее лет и так по моему вопросу я констатирую я читалась перед советом директоров руководством фонда что инвестиция отработана на 300 процентов и в этом нижайший потлон анатолию дарычу юницкому и все его команде команде экспертов мы увидели что конструкторское бюро которое оплачивается также со средств инвесторов было река не реконструировано они переехали в лучшее здание за меньшие деньги и работает эксперт это я вам подтверждаю уже сама как профессионал сейчас я передаю слово маргарите медонецкой я очень хочу увидеть сейчас здесь почему маргарите медонецкой этот человек вот на сегодня маргарита как инвестор как человек который входил совет директоров которая вышла из совета директоров потому что открыла свой собственный адресный проект то что совершила маргарита на сегодня является тем что другие из каждый из вас может делать это прецедент а потому что маргариты хватило мужества взять на себя ответственность пойти в администрацию пойти в муниципалитеты и сказать что существует такая уникальная дорога что существует такие уникальные разработки начать показывать проект это привело к тому что этим заинтересовались люди которые на сегодня во власти структура в том числе и санкт-петербург и решают вопросы о внедрении данной технологии на площадке и это был прецедент еще потому что мы подписали эти договора с анатоли дарчим юницким я сейчас передаю слово маргарите потому что то что она сделала достойно уважения и надеюсь после ее рассказы вы начнете это делать на местах маргарита небольшая презентация которую я по-быстрому сейчас проговорю потому что я уже слышали в минске и у меня большая честь представилась вам доложить то что мы сделали так сейчас секундочку вот проект который санкт-петербурге виден во весь экран это хорошо так скажите что нибудь комната просто второй компьютер счета выключен подписание аванпроекта все прекрасно благодарю подписание аванпроекта господином юницком минске состояла седьмого числа и здесь небольшой слайдик видно как вручается этот шикарнейшая брошюра которая была сделана очень качественно с хорошим скажем так печатной продукции и очень большой такой проект как бы в виде аванпроекта в виде документации вот посмотрите я сейчас демонстрирую вам кто работу которая анатолий дарыч передает это что мы подписываем титанический труд который сделано вместе с головной компанией skyway вместе с фондом skyway инвест групп и этот аванпроект на строительство транспортного комплекса дороги второго уровня в санкт-петербурге по маршруту аэропорта около станции метро купчина вы знаете что анатолий эдуардович с наслаждением передавал нам эти документы потому что реально мы понимаем что город задыхается и с каждым годом мы все больше я как жители лариса артамонова ирина волкова те кто приезжает санкт-петербург я не говорю а сергей анатольевич и сибирякова который постоянно находится у нас в движении из пробок и в пробках и выходит на директорскую планерку в москве всегда по своему радиотелефон мобильному приложению с телефона потому что он просто все время живет в пробках то есть москва также задыхается в этой транспортном коллапсе поэтому необходимость проведения такой серьезной работы назрела настолько что вот воплотилась в жизнь в виде вот этого аванпроекта и наша городская инфраструктура мы видим с вами дорогу вот пулковское шоссе тут кусочек титульный лист как раз я вам здесь показываю титульный лист нашего наши замечательные работы которые по пулковскому шоссе мы видим соответственно как могут не нарушая инфраструктуру города давать возможность транспорту второго уровня вписаться в ландшафт уже имеющиеся транспортные дороги из пулково купчина в частности поэтому это придет такая вот как бы необходимости вот этого приведения городской инфраструктуры к единым стандартам качества требует внедрения современной транспортной инфраструктурной системы которые будут полностью автоматизировать автоматизированный беспилотный экологически чистый бесшумный и поднятая вот высоко над землей сейчас дальше следующий слайд покажу вам в этом слайд который посмотрите которые мы видим с вами да вот как высоко поднята эта дорога над уже имеющимся кадом это реальная фотография того как у нас сейчас как в санкт-петербурге и маршрут варианта номер два вы видите здесь на экране любезно был предоставлен конструкторским бюро который проложил дорогу более эффективно потому что изначально вариант номер один шел и рассматривался и это была моя идея соответственно проложила эту дорогу я по имеющейся уже легкорельсовому вот этот вот маленький слайд сейчас я вам покажу где у нас легкорельсовая схема трамвай на юго-западе города то есть мало того что в генплан санкт-петербурга уже вписано это строка легкорельсовому трамвай на юго-западе нашего города то есть это дает нам возможность уже может быть не согласовывать какие-то моменты по землеотводу то что уже вписано то что принято правительством то есть мы просто можем предложить замену более экологически чистому и более дешевому транспорту что дает нам очень большой такой карт-бланш перед тем как мы будем строить естественно мы будем уже апеллировать на то что у нас есть поддержка со стороны большого количества наших акционеров людей и я сейчас вам покажу то что уже представилась мною в аван проекта в администрации пушкинского района сразу же скажу что это заседание комитета по транспорту как раз и это были несколько вопросов соответственно я вхожу в состав общественного совета при пушкинской администрации муниципального образования и вот здесь вот так же мой доклад для я презентацию делаю на предмет того что мы можем предложить нашим жителям очень густом заселенного еще поселка шушары которая безумно задыхается и две дороги в ту и в обратную сторону не дают им возможности соединить скажем их жилой район микрорайон который построен буквально вот недавно введен в строй застройщикам и сейчас на сегодняшний момент они просто стоят бешеных пробках и там даже были перекрытия дорог лично сама участвовал в этом пикете но очень актуальность большая поэтому есть понимание глава администрации пушкинского района господин вангаренко ждет меня на приеме вот он только вышел из отпуска и мы согласовали с ним время поэтому мы с вами сейчас можем поучаствовать и быть свидетелями очень серьезного динамически развивающего развивающегося момента знаете как точка отсчета которая выстрелит потом однозначно в воплощении того что мы делаем и на сегодняшний момент вот посмотрите какая красота пишу что будущий адресный проект в санкт-петербурге это некая поворотная станция которая конструктивно может себе какую-то инфраструктуру еще совмещать то есть кроме пересадочной станции она может быть и как бизнес-центром и деловым каким-то образом вписываться в ландшафт тоже города безумно нравится вот эти вот замечательные наши поворотные станции дороги skyway уровня второго уровня дороги которая вписывается еще в ландшафт нашего города то есть это очень такой знаете но согласитесь даже приятно глазу смотреть насколько эффектно увидели из душой поработали в конструкторском бюро те люди которые делали нам по нашему заказу эти этот проект и я надеюсь что ландшафт нашего города будет обновлен теми моментами которые мы сейчас как бы с вами можем наблюдать могу еще отметить что сейчас когда я закончу свое выступление я с разрешение ларисы я не знаю даст ли она возможность скинуть брошюрку которую мы привезли в виде на pdf файла который даст вам возможность перепечатывать это все с шикарным качеством своей может быть типографии сразу же оговорюсь что это брошюра принадлежит и распечатка главной компании skyway и она соответственно любезно предоставила нам на флешке эту информацию и мы дадим вам эту информацию я дам вам ссылочку на яндекс диск где можно скачать этот файл хочу напоследок как говорится сказать от себя лично о том что я очень воздушевлено этой поездкой я мало того что обожаю минска там всегда очень комфортно там очень спокойно и прибывая в конструкторском бюро рядом с анатолием эдуардовичем с сергей анатольевичем сибиряковым с нашей командой фонда skyway инвест групп благостное состояние того что делать и двигаться дальше то есть внутреннее состояние такого что остановить нас невозможно вот как сергей сибиряков говорит что если время уже настало изменение то вот точно в питере она будет потому что мы подняли этот флаг мы первые я обязательно буду делиться с вами теми достижениями промежуточными шагами может быть с удачей может быть неудачами то что я буду делать вместе с командой питерских наших коллег у нас есть офис на нескому 102 соответственно можете к нам присоединяться и всегда быть на связи и в нашей команде естественно мы ждем вас всех с поддержкой этого проекта потому что инвестиции на сегодняшний момент конечно желают оставлять лучшего но мы надеемся что в ближайшее время эта ситуация исправится у меня все лариса готовы передать дальше микрофончик и закрываю экран маргарита огромнейшая благодарность потому что действительно вот если вы сейчас снимать нас слушали и все это видели и вы увидели насколько красивый проект создан а как бы маргарита просто не подготовила вам чтобы показать это действительно несколько книг это уникальнейшее творение как бы юницкого огромное благодарность за это его еще нет пдф и к сожалению мне только я могу показать вот этот большой брошюр я думаю что у нас ближайшее время это будет сделано потому что сейчас я не могу это пересканировать это просто такой большой да просто просто я хотела еще сделать акцент на том чтобы вы прочувствовали насколько это важно то есть на сегодня маргарита медонецка является первой среди инвесторов которая просто взяла и сделала знаете когда мы от слов переходим в зелу чек взял и пошел и стал делать и под это сейчас мы имеем с вами аван проект который можете пользоваться все вы то есть по большому счету это документация которая предоставлена и которая сделана точно так же и на инвестиционные средства и на то есть что является на сегодня собственностью нашего фонда может быть представлено точно так же и вами и конечно со временем у вас будут материалы вы сможете их распечатывать и точно так же пользоваться своих собственных регионах маргарита проводит теперь собственную серию вебинаров где рассказывает вам шаги алгоритмы вы можете посмотреть на сайте новостной строке своего личного кабинета и точно так же в новостной строке на сайте и и очень рекомендую вам по посещать все вебинары которые идет маргарита потому что сейчас они посвящены только тому как она это сделала и это шаги алгоритм по которому если вы будете следовать этим путем вы добьетесь того же вы будете услышаны в своих областях и на сегодня это очень важно на самом деле вот я сейчас как бы чуть-чуть нарушу регламент передам слово сергея сибирякова потому что вижу что сергей антончик бы часто выбивает он у нас находится они сейчас не совсем в россии и возможно не особо такой скоростной интернет в россии то он самый быстрый и как раз мне очень хочется сергей чтобы ты вот рассказал о том что ты увидел в кб вот насколько на самом деле такие ну сжатые ресурсы инвестиционные поставили кабы и низкого и вот его гениальность опять чем выразилась что были доработаны уникальнейшим образом и сам тестовый участок и некоторые механизмы некоторые элементы самой дороги это вот это просто впечатляет я была потрясена и поражена сергей так серёж сибиряков мы тебя не слышим видимо опять выдела наверное вывела да но очень надеюсь а вот вывела почему потому что включили видео а видео а видео на плачке ну давайте тогда даже не будем напрягаться ага отлично и решил то я сейчас предоставляю слово волковой ирине тем более у нее на сегодня такие как бы очень большие перспективы относительно развития в регионах и на местах а всех наших лидеров которые начинают работать группой и начинают собирать инвестиции по новому вот на самом деле это можно назвать только так и лишь я попрошу тебя а как бы отчитаться перед инвесторами за ту часть работы которая была в том числе и в твоем направлении это версия презентационная брошюра на русском на английском насколько она важна и выезд на тестовый участок закладка капсулы времени на 15 50 100 лет твои впечатления что происходило и как это работает и на что ты была вдохновлена что нового теперь мы еще ожидаем от работы в регионах в твоем направлении ирина добрый вечер я надеюсь меня хорошо слышно ко мне да буквально скажу не очень не очень долго как мы договаривались потому что очень много выступающих и вы знаете действительно удивительное сочетание гениальности и простоты от встречи с юницким анатолием эдуардовичем и я не удивилась почему после встречи с ним с личным знакомым по личному знакомству почему действительно он собрал такую уникальную команду вы знаете очень экстра класса если так можно выразиться грамотные специалисты абсолютно все с которым нам удалось познакомиться нас провели по всем этажам где я увидела и буквально с каждым мы знакомились разговаривали и получили очень уникальную информацию от них вы знаете вот поле таких людей гармоничных достаточно светлых доброжелательных постоянно хотелось находиться это вот мое такое первое ощущение если можно говорить просто о том о чем что я увидела и что я почувствовала в первые моменты что для меня было еще важным так как я занимаюсь направлением сети то конечно я очень сразу реагирую на все вещи которые связаны с командой с взаимодействием то что я увидела и наблюдала это такой командный дух доброжелательность очень большое такое уважение доверие и действительно чувствовалось что мы единая команда не было такого что есть вот отдельно КБ есть отдельно фонд действительно чувствовалось и это просматривалось и в делах и в словах и во всем что мы единая команда мы идем в едином ритме и делаем большое глобальное единое дело вот это было очень важно что было важно еще для меня в этих людях в том что я увидела практически в первый день это что как сказала Лариса Артамонова что конечно вне зависимости от тех обстоятельств которые складывались на протяжении достаточно большого промежутка времени у команды Анатолий Дорогович и Леницкого команда изменялась но он не изменял тому делу который он привержен который он ведет всех нас и что то со звуком что то со звуком все хорошо все хорошо то есть то что я увидела и чем я была действительно вдохновлена это это люди дело которые действительно делают несмотря ни на какие обстоятельства я уже вижу что Сергей Сибиряков появился и сейчас есть возможность может быть ему передать слово пока он на связи как вы считаете вот да Сергей надо отлавливать поэтому с радостью Сережа передаю тебе слово а пока Сергей говорит вот сейчас я вывела вам за монитор экрана методичку которую разработали в Кабуриницком методичку брошюру которую вы сможете заказывать печать либо напечатанную уже заказывать в фонде Сергей тогда мы передаем слово Сергею Сибирякову и потом продолжим хорошо у Сергея не судьба а вот что значит связь в России связь за рубежом да всегда говорю что в России самый лучший интернет я объехала весь мир но такого интернета как в России не видела нигде вот Ирина скажи пожалуйста немножечко о важности того что у нас появилось и на английском языке вот я не показываю сейчас на английском показываю только на русском эту уникальную брошюру брошюру необыкновенной красоты необычайного качества которая также разработана в КБ и это является мощным инструментом да на сегодняшний момент у нас практически есть все материалы для работы для того чтобы рассказывать показывать действовать и действительно активно развивать и сети и свои команды я не случайно я не случайно сказала буквально такое вот вступление относительно своего ощущения вообще единой команды КБ сотрудниками Мински поэтому вот то что касается дополнительных материалов на сегодняшний момент у нас есть эти замечательные брошюры и как я поняла со слов Маргариты она буквально в чате уже сбросила эту возможность для того чтобы каждый мог самостоятельно скачать и в своем регионе напечатать это на сегодняшний момент как уже сказала Лариса такие брошюры существуют на русском и на английском языке то есть это уже достаточно для того чтобы мы могли развивать многие регионы конечно эти брошюры уникальны и с ними просто не стыдно пойти на как сказать навстречу любого уровня чиновника это смена и так далее значит брошюра будет очень много вопросов сейчас брошюра будет в личном кабинете это брошюра является интеллектуальной собственностью КБ Анатолия Дарча Юницкого ну она сделала в таком формате что мне невозможно вносить какие-то изменения есть векторный вариант для тех кто будет эту брошюру отдавать для печати и сейчас я все же попытаемся Сергею Сибирякову представить слово потому что я говорю вот то что я увидела те наработки которые были совершены Анатолий Дарчем вместе с его командой в связи с тем что их действие опережает инвестиции которые поступают они уникальны Сереж мне очень хочется услышать и чтобы наши инвесторы тоже были вдохновлены Друзья я всех приветствую сразу извиняюсь за связь у меня интернет скачет то есть вот пока мы были меня уже четыре раза выкидывало из комнаты потом обратно извиняюсь просто связь очень плохая она то очень хорошая то соскакивает значит я поэтому телеграф сейчас как раз пока говорили позвонил Анатолий Дуарович еще тоже с ним начали а у меня когда идет вебинар и еще звонит кто-то по скайпу вылетает сразу же так сказать я ему отписал что после вебинара свяжемся вот значит друзья что я хочу сказать вот действительно то что может наверное сравнить и сказать только я потому что у меня есть такая информация якобы участвовал в создании уже четыре раза с Анатолем Дуаровичем 15 лет назад когда запускался первый полигон на моих глазах была собрана команда поставлена задача чертежи и технология пошла в жизнь это было 15 лет назад сегодня я честно могу сказать что я не увидел не то что ничего нового я увидел то что я ожидал растущие КБ профессионально работающие люди из технической точки зрения никаких вопросов там быть не может что я могу сказать от себя и все вы видели свидетелями когда аванпроект который готовился для Маргариты и там есть определенные технические решения друзья можете поверить мне я могу оценить технические решения я когда увидел я это вижу первый раз за 15 лет этого не было и многие конструкторы сразу сказали мы это вообще изобразили сделали только за последние две недели когда Юницкий дал чертежи и получилось и вы не представляете какие красивые технические решения там сегодня применены и это новое это то чего раньше не было это действительно то что рождается каждый день и то что сегодня идет и дальше будет рождаться это действительно творится каждый день что еще очень важно друзья я могу сказать что очень важно для меня вот для Алексея Суходоева вот мы последние полгода прям работая с людьми поняли что нам сейчас надо захватить первую очередь ту нишу транспортную которая сегодня вообще не существует это легкого экологического транспорта который сегодня может легко войти не нарушая никакую существующую городскую инфраструктуру не вступая ни с кем в контуренцию и это миллиардная в долларах сегодня ниша которая позволит очень легко технологии SkyWay войти в мировой транспортный рынок не наступая сегодня на основных гигантов и мы с Анатолием это обсудили это вот Эко-кар это система которая ну казалось бы легкого велосипедного транспорта который на одном рельсе который 5 сантиметров на одной трубе 15 сантиметров но это та ниша которая сегодня максимально востребована мировым рынком и что я могу сказать что Анатолий Дуальевич принял выслушал эту концепцию и уже буквально через 3 дня стали появляться новые чертежи стали появляться новые концепты стали появляться новые решения которые сегодня выдает конструкторское бюро и мы сегодня уже начинаем обсуждать конкретные адресные проекты Это уже десятки проектов. И в Челябинске в символической парке имени Гагарина с символическим названием проект «Поехали». Это уже Виктор Бабурин, Алексей Суходой, команда, которая сделала. И это уже принято. Алексей на этой неделе идет администрации Челябинской области докладывать и показывать этот проект. И сегодня посыпались именно огромное количество заявок на именно легкий транспорт. Почему? Потому что он не нарушает инфраструктуру, он решает проблему ландшафтов, он решает проблему туризма, он решает проблему велотренажеров, которые сегодня есть. А с учетом, что это новая концепция и действительно мы сегодня совместно, это наш совместный уже труд именно фонда Skyway Invest Group и группы компаний Skyway, где мы нащупали то место, которое сегодня наиболее может легко и безболезненно ввести эту технологию в мировую транспортную нишу. И Володя Маслов тоже потом покажет, сегодня такой проект разрабатывается по Таллину. Он двигался давно, но сейчас он просто получает новый импульс. И сегодня там в Прибалтике это такие города, как Друскименкай, где мэр давно ждет такой транспорт и предлагает выделить 40 километров трасс для того, чтобы построить круглогодичные именно экологические фитнес-трассы, которым можно сегодня. И самое главное, почему это очень важно, это очень простая система, которую мы через полгода уже можем начать внедрять, через полгода. И это уже тот бизнес, который можно запускать сегодня и который будет инвестировать в основное развитие Skyway. Я считаю, что это тоже, помимо тех, что мы действительно увидели растущие КБ, мы увидели очень полноценный отчет по финансовым затратам, как Лариса правильно сказала, что сегодня уже делается многое авансом. И те затраты, которые мы еще даже не профинансировали, они уже сегодня КБ делаются, как говорится, в свое свободное от работы времени, оплаченное заказчиками сегодня работы. И то, что сегодня это набирает обороты и работает, не вызывает никаких сомнений. Естественно, энтузиазм участвовать при закладке первого забора, вкапывать первую сваю. Мы заложили послание будущим поколениям. Я думаю, Лариса об этом очень хорошо расскажет. Это действительно очень важный такой момент. Поэтому сегодня можно сказать, что мы движемся и работаем очень серьезными темпами. Есть нам чем отчитаться всем вместе за 20 месяцев проделанной работы. Работа проделана колоссальная. Вот самое главное, друзья, теперь каждый месяц, каждый квартал нам будет показывать настолько новые движения вперед, что даже скептики, которые раньше говорили, что вы никогда не построите, никогда не сделаете, а начнете, не закончите. Это, друзья, все уходит уже на второй план. И самое главное, у нас сейчас благодаря вот этой новой системе появляются реальные заказчики, и мы ни с кем не конфликтуем, а мы реально начинаем формировать и занимать новую транспортную нишу, которая со временем будет входить уже в основную транспортную индустрию. Но вот эта точка входа сегодня, она, как говорится, разработана совместно, и мы совместно с ней двигаемся, и Алексей тоже, когда будет выступать, он в своей части как раз покажет, насколько сегодня, вот даже за ту неделю, которая прошла после поездки, насколько сегодня наработаны серьезные результаты. Поэтому, друзья, я, чтобы больше, как говорится, нашего интернета, младшего брата не дразнить, потому что у меня каждые 5-7 минут отключается, вот, поэтому, друзья, я очень рад, что собралась такая команда, я очень рад тем перспективам и направлениям, которые у нас есть, и понимания с Юницким, и понимания вообще со всеми, кто работает в программе нашего именно направления Skyway. И я могу сказать, что те горизонты, которые выходят у нас, вот, буквально на ваших глазах, это вот после нашего вебинара, когда мы готовились к поездке, сейчас, когда результаты получили, я могу сказать, что результаты превзошли вообще все, даже самые смелые мои ожидания. Я готовился увидеть работающий КБ, я знал, что оно будет, я его увидел. Я готовился увидеть новые технические решения, я их увидел, и я понимаю, что они реализуются. Отчет никаких сомнений не вызывает Анатолий Дуарович, каждая копейка всегда на счету, и результаты тоже будут по самому оптимальному решению. Ну и третий момент, то, что мы все-таки думали, что нам надо будет определенное время для того, чтобы согласовать вот эту позицию по легкому транспорту. Оказалось, что компания, лично Юницкий, буквально за неделю до этого, Леша тоже расскажет, из Лондона получили заявку на такого рода легкую трассу. Это говорит о том, что востребованная вещь, и мы эту нишу сейчас очень быстро займем, потому что альтернативы по технологии для легкого транспорта сегодня нет. А дальше мы войдем уже и в городской транспорт, дальше мы сделаем альтернативу метро, дальше мы сделаем страстной транспорт, дальше мы сделаем грузовой. И самое главное, что сегодня... Сергей у нас завис, видимо, кто-то ему опять позвонил. Если, Сережа, ты включишься и ты наслышишь, мы тебя выпустим эфир, со своей стороны еще раз делаю такой акцент, что как бы в мои обязанности входило на рыб то, что она мне показывает. И у меня есть к этому талант, мне нужно смотреть в финансовые бумаги, в отчеты и так далее. И я полностью подтверждаю, что специалисты, которые представлены в КБ, это не фрилансеры, это не гастарбайтеры, которые стоят очень дешево и которых надо только для того, чтобы показать нам то, что они нам показывали. То, как они объясняли то, что нам показывали, показывает такой двойной показатель того, что люди это разрабатывают. И мы увидели в КБ экспертов. Что еще мы увидели? Это такое как бы наше общее мнение, что на сегодня КБ развивается такими темпами, что мы инвесторы не успеваем. В том плане, что мы реально не успеваем, потому что дисконты меняются, Ирина об этом еще потом попозже скажет. Очень меняются дисконты, снижаются. Почему? Потому что вырастает стоимость акций за счет капитализации, за счет сертификации и за счет востребованности. И Маргарита это сделала первой тем, что пошла в администрацию. И Анатолий Эдуардович очень много ездит и подписывает по всей планете, включая Арабские Эмираты, договора и перспективные формы развития и сотрудничества. Поэтому я еще раз поздравляю всех нас. Мы поздравляем КБ Анатолия Эдуардовича и безгранично благодарим всю эту команду. Сейчас у нас слово Алексею Суходуеву, затем Володя Маслов и затем Ирина. Я очень попрошу еще раз по дисконту, чтобы наши участники понимали. Алексей, тебе слово. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Напишите меня, пожалуйста, как видно, как слышно. Я думаю, что все хорошо должно быть. Да, действительно, после поездки началась бурная работа. То есть фактически одновременно развиваются проекты как в России, так и в Европе. Начало это будет в Эстонии, Тайлин, то есть Владимир Маслов развивает проект именно комбинированной транспортной инфраструктуры с комбинированными подвижными составами. Мы же действительно занялись в Челябинске, и не важно, кстати, какая будет реакция у администрации, я надеюсь, что она будет положительная. То есть вначале организуют уже встречу, и вот, собственно, на днях было отправлено письмо министру экономики областному. Далее, собственно, будет встреча с администрацией. Это те шаги, которые нужно будет проходить каждому, то есть чиновников тут никак не обойти, их не нужно обходить, потому что на самом деле на финансирование первого, второго этапа, это да, возможно, и скорее всего, это народное финансирование. Но третий, четвертый этап именно по договорам, это уже будет государственно-частное партнерство, это уже будут присоединяться крупные инвесторы, это будут присоединяться в том числе зарубежные инвесторы, если они, точнее, не если, когда они увидят перспективу в том или ином адресном проекте. И после тех технико-экономических вебинаров, в которых я постарался донести стратегию, которая достаточно так серьезно, радикально, но радикально в положительном именно смысле изменилась на 360 градусов, и она ни в коем случае не подразумевает, что что-то, что делалось потом, сейчас мы не будем делать. Просто будут поступательные движения, поступательные шаги, все ступенчато развивается именно с малых адресных проектов. Возможно, где-то в каком-то регионе, либо стране, допустим, вот Ротхук, напоминаю о таком деятеле, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, это наш лоббист, это нанятый уже группой компаний Skyway, очень мощный именно бывший политик, бывший именно транспортник, сейчас он лоббирует с серьезными организациями, крупными фирмами, и более того, в сентябре он посетит КБ. Посетит КБ для того, чтобы уже своими глазами убедиться, сомнений у него нет, но каждый человек, кто развивает этот проект в полной мере и наиболее мощно, именно в сотрудничестве и в переговорах постоянных уже с серьезными организациями, с теми организациями, кто владеет месторождением в Австралии и так далее, и, соответственно, желание посетить научно-производственно-конструкторское предприятие, только увидеть это своими глазами и передать это, соответственно, уже на переговорах, потому что обмануть здесь никого не получится, и я действительно рад и счастлив, что посчастливилось уже больше четырех раз посетить научно-производственно-конструкторское предприятие, потому что то развитие именно в геометрической прогрессии, тот рост предприятий, та лояльность общей обстоятельств, и в том числе, несмотря на то, что весь рынок недвижимости сейчас стоит, в республике Беларусь, в Минске из-за кризиса, то есть кризис их тоже не обходит стороной, но нам это на руку, то есть мы переехали в достаточно серьезное большое здание, 15 этажей, и кто знает, может быть, 15 этажей это будет как раз корпорация и группа компаний Skyway. И что касается Челябинска, неспроста был выбран этот адресный проект именно в парке Гагарина, я еще когда его анализировал, смотрел, в 2014 году парк Гагарина города Челябинска вошел в пятерку лучших парков, именно Российской Федерации, обогнав многие именитые московские в том числе парки, Санкт-Петербургские парки, и здесь есть у нас, как и во многих, я думаю, парках, детская железная дорога. Представляете, как символично есть детская железная дорога, которая запустилась еще в 40-х годах, сейчас она до сих пор работает и появится транспортерового уровня. Я думаю, что именно реакция, как минимум, чиновников будет положительной, так как внедряются различные новинки в парках, именно в парке недавно появилась у нас мобильная лавочка, так скажем, как я ее назвал, это лавочка, на которую человек садится, присаживается и может скачивать через мобильное приложение многие книги. И многие города, как и по Российской Федерации, так и по всему миру, они будут счастливы принять данную технологию именно для развития общего уважения к городу, общего рейтинга города именно в Российской Федерации, может быть, в мировом масштабе, то есть вот Челябинск, допустим, неспроста же там упал метеорит. Кто знает, метеорит это, либо ракета какая-то, ну что-то там упало. И сейчас, не представляете, как после вот этого события у нас звезды эстрады, зарубежные в том числе, стали появляться, то есть рейтинг Челябинского возрос. И я думаю, будет как минимум глупо отказываться от проекта, который на первых стадиях может обеспечиваться с помощью народного финансирования. То есть как мы декларировали, так мы и делаем. Первые шаги мы делаем с помощью народа. Нам это на руку. Нам каждый информационный результат от любых переговоров по этому проекту будет идти на руку. Потому что сеть лично с Григорием Михайловичем, я, Григорий Михайлович, по Челябинску мы планируем создать большую. Можно сказать, что так как адресного проекта, именно оптимального, реального, не Челябинск-Екатеринбург, Челябинск-Екатеринбург реальный проект в будущем. Но на сегодняшний день это проект, о котором стоит говорить, как о перспективе, но не стоит развивать его сейчас, потому что мы разобьем лоб в кровь. Потому что те действия, которые сегодня могут быть предприняты в потенциальном проекте Челябинск-Екатеринбург, они создадут конкурентные конфликтные ситуации как с областными администрациями, так и с Китаем. А почему бы Китаю не донести легкую прогулочную туристическую трассу? То есть, более того, я рад, что у меня почта почему-то барахлила, я направлял китайцам, то есть на проме я познакомился с топ-менеджерами China Railways, и, собственно, направлю им уже нашу современную и актуальную концепцию, которая абсолютно не мешает им, а только дополнит их существующую транспортную инфраструктуру. Благодарю за внимание. Всем удачи. Алексей, огромную тебе благодарность. Алексей, я буду рада, если ты ответишь на тот вопрос по поводу дороги. Спрашиваю, детскую строгую дорогу хотите строить? На самом деле, вот проект, который мы планируем реализовывать в Челябинске, я не знаю, сколько по протяженности он будет, детская железная дорога – это 6 километров. А теперь, как бы о серьезных вещах. Сравните один километр железной дороги, неважно, она детская или не детская. У детской какое различие? Там ширина колеи, она чуть меньше, то есть составы чуть уже. Стоимость затраты абсолютно такие же. Я думаю, что это не меньше миллиона долларов за километр, может быть, это 800 тысяч долларов. В любом случае, струнная дорога, именно городской прогулочный парковый транспорт, как мы его назвали, спортивно-оздоровительный. Почему спортивно-оздоровительный? Там вы сможете с помощью велотяги делать упражнения, также именно вот с помощью рычагов, заменить его даже на тренажеры, на кардиотренажеры и так далее. И многие люди, я даже сейчас не могу предположить количество, но я думаю, что оно будет возрастать, потому что в среднем посещают 5 миллионов человек, 5-6 миллионов человек в год парк. И, собственно, я думаю, с соседних городов даже будут просто приезжать, чтобы покрутить педали, поездить и именно увидеть панораму через вот этот подвижной состав, кабинку, капсулу, как угодно можно называть. И более того, всех могу поздравить, что это направление и эта концепция, она абсолютно принята группой компаний Skyway. И уже через несколько недель мы увидим те визуализации, которые сделает именно научно-производственное конструкторское предприятие. То есть то, что мы показывали на вебинарах, это визуализация нашего бывшего директора, именно по отделу мультимедиа Дмитрия Слюсар, а сейчас именно профессиональные, рассчитанные железными аргументами по расчетам, по сопротивлению материалов, именно вот не концепт, а то, как будет выглядеть данный транспорт в будущем. И это совсем не детская будет струнная дорога, на ней будут перемещаться и детские, и взрослые. И, собственно, я думаю, это такие вот парки будущего, ближайшего будущего. Каждый парк должен будет считать за честь обладать таким видом транспорта. А далее это будут отели, далее это будет связка между университетами, это будет над речками, над озерами. Это будет, собственно, везде, потому что стоимость строительства, она ниже и дешевле, чем стоимость традиционного железнодорожного полотна и автомобильного даже полотна, я не говорю про эстакады. Алексей, огромная благодарность и сделаю еще акцент от себя, что аналог детской железнодороги в Санкт-Петербурге, которая была построена, выделена земля и все коммуникации, и на сегодня она не задействована, она всегда как одно из направлений, где мы можем легко договариваться. Нам не нужны новые трассы, мы не являемся никому конкурентом. На сегодня это сделано и не работает, поэтому уже есть где прокладывать вот эти легкие прогулочные трассы, которые могут также принести любому городу дополнительные инвестиции. И сейчас, не просто так, я вот перед тем, как передам слово Владимира Маслова, показываю вам тестовый участок, вот Сережу, к сожалению, Сергея Сибирякова выбило, то, о чем он не сказал, я как раз и скажу вам, относительно даже того, насколько наши инвестиции отработаны вперед на 300%. То есть на сегодня найдено техническое решение, которое позволило Анатолию Дорчуиницкому на несколько километров сократить дорогу, а значит и с экономией десятки миллионов. Понятие, такая как бы фраза, понимание экономии сейчас не актуально, оно актуально в том, что эти деньги направляются теперь непосредственно в развитие и сертификацию. Но вот таких фишек, которые мы увидели, которые показывают, подтверждают действительно и гениальность главного конструктора, и качественность персонала КБ, они вдохновляют. То есть наши с вами деньги расходуются по назначению, еще раз скажу, они отработаны на 300%. Вот сейчас, пока я показываю участок, Володя, мы передаем слово тебе, очень надеюсь увидеть Александра Мэнко, пока его нет, но мы тогда сами скажем о том направлении, в котором он работал. Владимир. Я рад, что сегодня мы собрались, во-первых, поделюсь тем, что считаю очень важным в этом, как бы, нашем визите. И продолжу то, что сказала сейчас Лариса. Фактически Анатолий Едуардович и его бюро нашли решение, что за счет сокращения 15 километров до 15 километров скоростной трассы тестовой, то есть 15 километров меньше ее надо делать, условно говоря, да, это фактически экономит уже на этом этапе порядка 80 миллионов долларов в таком легком расчете. И далее. Что, в принципе, для меня было очень важно на этой встрече, такой, как бы, она узловая или нулевой километр, зафиксировали-то естественно, это то, что Анатолий Едуардович и все бюро удивило рядом новинок, целым рядом новинок, которые очень существенно могут повлиять и повлияют, естественно, на процесс и на саму технологию, и на ее внедрение. Естественно, это то, о чем было сказано уже и Сергеем Сибиряковым и Алексеем Савадовым, что просто, можно сказать, с полуоборота была принята технология облегченного варианта. А когда мы обсуждали, скажем, техзадания по поводу таллинского проекта на территории Большого Технополиса, то даже было предложено так называемый комбинированный вариант, то есть это юнибусы, облегченные городского транспорта, и плюс так называемые смарт-кары или смарт-велокары или смарт-циклы, их можно по-разному назвать, пока еще у хорошего дитя названия то, а толкового нет, ну, по крайней мере, что-то есть. Вот, естественно, это был собран мощный профессиональный коллектив, причем привлечены сейчас и специалисты, в хорошем смысле те, кто проектировали, участвовали в рабочей команде «Е-мобиле», вот, с таким маленьким юмором, но тем не менее. И нам удалось, для меня лично было очень важно то, что удалось проработать техническое задание, именно как оно должно выглядеть на подачу уже в КБ на заказ по таллинскому проекту. Мы сейчас как раз в Таллине активно работаем над этим вопросом, и удается как раз подработать или отработать механизм, потому что фактически все делается заново, нигде аналогов нет, есть аналоги, как вести проекты, но нет аналогов, как вести такие уникальные, значит, многоуровневые проекты, когда стыковаться надо с различными уровнями партнеров, и, к сожалению, партнеры властных структур зачастую не являются самыми лучными партнерами, поэтому мы, как бы, по умолчанию приняли даже такое решение, что в властной структуре как можно меньше соваться, или с ним обращаться, только обращаться по конкретным вещам. Единственное, что приходится сейчас, вот, например, Маргарите в Санкт-Петербурге делать, это так называемый вести легкий такой режим отработки знаний или информации на этом уровне. Поэтому, естественно, работа идет очень такая интенсивная, и бюро готово полностью принимать все конкретные разработки. И для нас, для инвесторов, очень важно то, что начата работа, и в полном объеме уже идет работа по тестовому участку под Минском на Мариной Горке, и подготовленные и находятся в различных стадиях, как бы, действия, связанные с производственным участком, который будет под Могилевым. Это тоже очень важно, ибо мы можем разработать проект и можем все сделать, но если не будет поступать вовремя тот же самый Юнибус, те же самые колесные пары и так далее, то, собственно, проект начнет стопориться, а это не есть очень хорошо. Естественно, смотря на то, как идет процесс, сейчас головная компания ИКБ приняла решение провести дисконтирование. То есть, естественно, процессы идут настолько интенсивно, как уже Лариса сказала, что уже акции становятся все дороже и дороже, и поэтому для всех нас, кто мы сегодня занимаемся, и кто сегодня меня слышит, очень важно то, что как можно интенсивнее, надо сейчас вести работу и участвовать в этом. Я даже сам, как говорится, проинвестировал, пока дисконт такой, какой он есть сегодня. В ближайшее время будет проведено 4 подряд дисконтирования, и мы сегодня не знаем. Сейчас идет работа по поводу того, чтобы уточнить, как будет дисконтирование и до какого, и в каких размерах, но факт то, что 4 дисконтирования у нас стоит впереди. И это информация вам, скажем так, прямо, можно сказать, горячая информация из Минска. Поэтому мне уже трудно что-то, может быть, добавить. Да, действительно, я, может быть, еще скажу, что очень важно и то для меня лично, и для команды нашей, что мы получили понимание, что очень существенно сейчас работать с конкретными адресными проектами, как уже было не раз сегодня сказано. Это Таллинн, это Дурский Нинкай, это Челябинск, это те места, где есть четкие заказы, где есть заинтересованные лица, есть заинтересованные команды, есть заинтересованные фирмы, есть заинтересована власть, как в Дурский Нинкай. И это только плюс в нашу пользу. Спасибо. Павлович, благодарю тебя за твое прекрасное выступление. Я знаю, что ты сейчас очень активно работаешь в Таллине по внедрению адресного проекта, очень активно сотрудничаешь с Маргаритой по питерскому проекту, как бы используешь все свои старые связи, которые у тебя есть, и которые появляются вновь. Вот сейчас мы как бы вам показываем закладку капсулы в сети. У нас, видите, даже молодое поколение синхронистичность работала, конечно, уникально во все время нашего путешествия в Минск. Причем, помните, да, все время пытались мы как бы взять, помочь Анатолию Эдуардовичу, потому что так копать почти на 40-грасной жаре, какое-то совершенно фантастическое занятие, это просто невозможно. И Анатолий Эдуардович всегда говорил, он никому не отдал эту лопату, этот шнек, который там копал, бурил этот бурь, и сказал, я ждал этого 40 лет, поэтому я сделаю сам. И то, что он сделал, делает грандиозно. Я бы сейчас благодарю вам еще раз, я бы попросила вновь выйти в эфир Ирину Волкову, объяснить дисконт, что там сейчас нового, как это все меняется, насколько быстрыми темпами сейчас будет смеяться дисконт, и сделать такой акцент, что чем быстрее мы сертифицируем, чем больше инвестиций будет сегодня отправлено для реализации проекта, для сертификации, тем быстрее эта технология начнет путешествовать по планете, воплощаясь, материализуясь, то есть мы увидим реальные строительные объекты. Ирина, тебе слово. Благодаря Ларисе, благодарю тебе, Ларисе, и всех выступающих. Вот глядя на эти прекрасные картинки, конечно, эмоции переполняют воспоминания, как мы все это закладывали. Я просто хотела бы еще сделать акцент на то, что сейчас уже летние каникулы, если так можно сказать, для всех закончены. Наступил очень активный этап, и вот эта дата, 8-8, когда мы закладывали капсулу, была не просто символичной, а архи-символичной. Уже Лариса также озвучила о том, что эти капсулы были заложены на 15 лет, на 50 лет и на 100 лет. Мы очень надеемся, что ту девочку, которую вы видели на картинке, возможно, господин Малахов пригласит когда-то на передачу или его подвижник в будущем, и она будет рассказывать, как это было. Но мы очень горды, что мы все участвовали. Сейчас хотела бы действительно сделать тогда акцент на тех обстоятельствах, на тех возможностей, которые есть на сейчас. Вы, я надеюсь, уже все увидели ролик, да, у меня смешат фотографии, ролик о том, как это происходило все на площадке. Действительно, было очень жарко, действительно, Анатолий Дорогич не выдавал просто руль ни на секунду никому, и все это было замечательно. Как я уже сказала, в самом начале просто вот чувствовался такой дух единства. На каждом шагу, вот как вы видите сейчас на экране, нас сопровождали вот такие вот знамения и картинки, и даже господин Маслов сказал, что да, Минск хорошо подготовился к нашей встрече, и все идет по плану и хорошо. Знаете, действительно было все как на одном дыхании. Но если говорить уже о работе, то сейчас нам предстоит действительно уже такой очень ответственный момент, очень серьезные шаги и по работе, и по сотрудничеству. И я сейчас обращаюсь и к коллегам, и к акционерам, и к приглашенным гостям. Те, кто еще думает или планирует сотрудничать с нами, мы идем очень быстро. Вы уже слышали о том, что сейчас меняется дисконт, начиная буквально с 20-го числа. Сейчас я озвучу эти даты, чтобы напомнить вам. То есть смена дисконта 20-го августа, 10-го сентября, 30-го сентября, даже два раза в месяц, и 21-го октября. То есть вы понимаете, насколько стремительно идут изменения. И, конечно, эти изменения с одной и с другой стороны в лучшую сторону, потому что мы все являемся акционерами, но также сейчас есть выгодная возможность, интересная возможность для тех, кто еще думает об этом. Также сейчас разработан уже ряд мероприятий, которые будут способствовать очень быстрой динамичной работе на местах. Буквально с 24-го числа я просто проговорю эти моменты, чтобы вы могли высвободить свое время для участия в этих мероприятиях. У нас планируется международный офлайн телемост, на котором выступят 24-го числа все директора и сотрудники фонда. Вы можете заранее подготовить вопросы, которые интересуют вас. Я не просто так в самом начале говорила о нашей слаженной команде, которая сейчас двигается уже как единая команда вместе с КБ, вместе со всеми сотрудниками, директорами. Неважно, потому что мы как единое звено просто двигаемся уже без остановок и без летних каникул. 12-26 сентября будет выступление представительств различных регионов, чтобы увидели тех людей, которые работают в ваших городах. Либо вы можете быть таким человеком. На сегодняшний день такие вакансии открыты. И до 1 сентября сейчас формируются списки, обновленные списки уже работающих представителей и представительств. И вновь подключившихся. И 3 и 17 октября у нас на этом, этот телемост будет посвящен выступлению директоров Транснет, руководителей Транснет, руководителей Академии Новой Евразии, руководителей потребительских обществ, то есть тех подразделений, которые сейчас активно работают и помогают. Но еще раз делаю акцент на том, что мы очень быстро двигаемся и на всю эту работу, на расширение, на активное внедрение нам нужны уже новые объемы денег. Поэтому включайтесь активно, осознанно. И я хочу еще раз напомнить о том, что сейчас я видела в чате, просматривала, пока были предыдущие выступающие, было предложение, как было бы хорошо сделать какой-то минимальный пакет до 50 долларов, с повышенным дискотом, чтобы можно было его приобретать. Уважаемые коллеги, те предложения, которые вы видите на сегодняшний момент, это и так просто подарочные возможности, которые существуют. Но у нас есть хорошая новость. И 12 августа, возможно, вы видели уже в личном кабинете, было объявление, у нас есть уникальный промоушен, который будет длиться 3 месяца на 4 пакета, начиная с 8 фунтов, то есть 8, 20, 60 и 120, вернее, не фунтов, извиняюсь, долларов. Вы можете приобретать любой пакет в течение 3 месяцев. И по окончании этих 3 месяцев вам будет также до начисленной еще 50% акций, дополнительно к тем, что вы выкупили. Я считаю, это просто шикарнейшее предложение. Я скажу вам по секрету о том, что это предложение, этот пакет был сформирован еще буквально за пару дней, до того, как мы узнали, что будет снижение дисконта, начиная с 20 числа. Поэтому воспользуйтесь этим предложением, не дожидаясь никаких акционных дней. Потому что по истечению 3 месяцев вы все равно получите как бонус дополнительные 50% акций. Я вам предлагаю просто зайти в личный кабинет и еще раз внимательно почитать это предложение. И фокусирую ваше внимание на то, что сейчас абсолютно все, все стечения обстоятельств, и информационные, и цифровые, и энергетические, и психологические, и экономические, и политические, и какие угодно, буквально все сформировано для того, чтобы наш проект очень быстро продвигался. И я еще раз благодарю всю нашу замечательную команду, команду, которая находится в Минске, команду, которая присутствует на площадке, команду, которая находится в разных регионах наших стран и городов. Мы как единое звено сейчас должны просто сделать очень мощный рывок, и мы уже буквально находимся в таком прыжке. Поэтому пристегните парашюты, и мы будем двигаться очень быстро. Если есть какие-то вопросы по программам или по этой теме, по развитию сети, пожалуйста, можете задать. Значит, вот есть вопрос, будут ли подарки за счет оптимизации работы фонда в феврале, марте, апреле, мае, июнь, июле, августе 2015 года? Задает вопросы Равиль. Уточните, пожалуйста, относительно каких подарков? Будут ли подарки за счет оптимизации работы фонда? Я могу дополнить относительно того, что, как мне было озвучено Андреем Ховратом, что с сентября месяца будут также возновляться, помимо бонусных процентов, также и акционные. Но еще раз хотелось бы сказать, что сейчас настолько быстро идут изменения, и мы не знаем, возможно, через неделю нам сообщатся еще дополнительное снижение дисконта, так как нам в спину действительно дышат очень крупные акционеры, уже юридические компании. И сейчас тот этап, когда то, что мы имеем в личном кабинете в виде предложений, уже является подарком. На сегодняшний момент до 20-го числа это наивысший подарок, который только будет. После 20-го будет постоянно идти на снижение дисконта. Поэтому, пожалуйста, учитывайте эти моменты, доведите эту информацию до ваших групп, до людей, с которыми вы работаете, знаком, и просто передайте им эту уникальную информацию, что сейчас есть хорошие возможности. Ирина, благодарю тебя. На самом деле тут очень много красивых вопросов. Да, у нас сегодня как бы не стоит задача отвечать на ваши вопросы технического, инвестиционного характера. Наша задача была отчитаться. То есть мы, ревизионная комиссия, которая посетила Кабриевницкого, и наша задача была наложить вам о том, что наши средства расходуются профессионально и рационально. Вот, но на самом деле я вижу целый ряд очень красивых вопросов. И вы знаете, на все эти вопросы вы получите ответы, на них ответит и Андрей Хавратов. Тем более у нас сейчас буквально в октябре всего лишь полтора месяца, два месяца, и будет уникальное событие, форум в Москве. Это юбилейный форум, который покажет, где мы были, кем мы были, кем стали, куда движемся. И те вопросы, которые вы задаете сейчас, и относительно бюджета, и относительно перераспределения, либо распределения каких-то бонусов на те акции, которые вы уже купили и так далее, это все будет полностью озвучено, включая новый маркетинговый план, в октябре на форуме. Сейчас у вас еще есть возможность купить этот билет, по той стоимости, которая заявлена, там стоимость не высокая. Промо-код на расселение мы уже получили, то есть скоро он будет вывешен на сайте, вы сможете забронировать отель Вега и Смайлова, так же, как это было под весной, по стоимости почти на 50% ниже того, что выставляется официально на сайте. Этот промо-код специально для вас сделан, и мы постарались в этом направлении. То, что сейчас вопрос, который я считаю важным, был задан вопрос относительно фонда Кэпитал, фонда Скайвей и так далее, не является ли фонд Кэпитал какой-то подделкой или чем-то? Нет. На сегодняшний день существует два основных фонда, которые занимаются сбором инвестиций. Это Кэпитал, где является ведущим Кудряшов, и фонд СВИК, где ведущим является Андрей Хавратов. Оба фонда направлены на то, чтобы собирать инвестиции и финансировать нашу с вами сертификацию и саму дорогу, саму технологию. Был задан очень красивый вопрос, а если я буду одновременно во всех трех, и в головной компании, и у Кудряшова, и у Ковратова, ничего с вами не будет, вы можете быть и там, и там, и там, потому что, если вы обратили внимание, дисконты все равно немножечко разные везде, возможно, у вас в каком-то фонде будет быстрее и проще собираться команда, в любом случае вы имеете право и можете воспользоваться этой возможностью быть везде. На самом деле это так, и тут ничего криминального, ничего страшного нет. Это всего лишь один из инвестиционных фондов, которых, я думаю, еще появится несколько, потому что действительно инвестирование будет расти, а как бы привлекательность акций будет увеличиваться. Это сегодня так. Вы знаете, что если вы пойдете покупать акции «Газпрома», «Ленспецму» или «Сбербанка», вы это будете покупать не напрямую в этих компаниях, а через брокерские фирмы и через фонды, которых достаточное количество. То есть это не один фонд. Тут все то же самое, поэтому вы можете быть спокойны. Все, что касается у нас на сегодня нового кабинета, он запускается. Вы должны понять, что так как на сегодня у нас уже почти 150 тысяч подписчиков, у нас айтишники работают на пределе. И тот объем работ, который они на сегодня делают, не досыпая, не выедая, потому что объем работ просто колоссальный, делается все возможным для того, чтобы все было запущено в срок. Другой момент, что когда мы начинаем запускать, в процессе тестирования всегда что-то вылазит. Но все равно это будет делано. Тот кабинет, который у вас на сегодня есть, все, что там представлено, это работает. А новый маркетинг, я думаю, на него будет основной упор как раз в октябре на конференции. Конференция будет уникальна. Антоний Дорочининский подтвердил, что он приедет лично и выступил перед инвесторами. Это у нас будет научно-экологическая конференция. Перед этим у нас будет день, где Андрей Ховратов представит новый маркетинговый план и новую инвестиционную программу. Необычайно красивый, у него гигантское количество планов. Он настолько же вдохновлен технологиями струнного транспорта, как и генеральный конструктор Антолий Дорочининский. Новый маркетинг запускается с 20 августа или отсрочивается. Вы знаете, это все будет зависеть от IT. Мы не сможем с вами запустить маркетинговые планы, если со стороны IT кабинет не будет запущен. Но команда IT-шников работает на износ. Это вот то, что происходит. Ввожу промокод, чтобы купить акции, он не работает. Вот тут я вам ничего не могу сказать, потому что промокод вот здесь. Если есть еще какой-то, то его наверняка вам сбросят. На сегодня те вопросы, которые сегодня есть в чате, мы их сохраним. И я так думаю, что мы сделаем раздел «Вопросы и ответы». То есть те вопросы, на которые мы сегодня не смогли ответить, но которые являются необычайно красивыми и уникальными, и которые помогают внедрять и распространять технологию. Вот на один вопрос не могу не ответить. В ответах, в 100 ответах Ленинского, в ответе 78, есть график прогноза протяженности струнных железных и автодорог, согласно которому число автодорог в мире через 100 лет на порядок сократится. «Зачем уничтожать существующие автодороги вообще, и не кажется ли вам подобной идеей Ленинского утопии?» Вот на этот вопрос в том числе ответит сам Анатолий Литарович Ленинский. И я тебе хочу сказать только одно. Я сейчас вернусь к тому, что я параллельно являюсь президентом Академии макросознания. Вот в макросознании вы такого вопроса никогда не зададите. Вот эта попытка разделения и того, что если одно убодится, другое обязательно плохо, это очень старые энергии, которые ведут к нулю и которые ничего не развивают. Нигде не сказано Анатолия Ленинского, я очень внимательно прочитала как техна все, что было им выставлено, я нигде не нашла информацию о том, что будет что-то сокращаться в ущерб чему-то и человечеству в том числе. Есть технологии, которые сами по себе уходят с планеты, как в свое время ушел бы живой транспорт. Его никто не запрещал, никто дороги не разрушал. Просто в тот момент, когда стали прокладываться новые трассы, появились люди новые возможности. Человечество самой сделало выбор. И нигде не сказано, что в тот момент, когда начнут прокладываться трассы, струнут технологии Ленинского, все остальное придется к нулю. Тут никакой конкуренции. С макроперспективы говорить о конкуренции, это уже в современном мире, в современном тысячелетии, в новой эры является невежеством. И тут я церемониться не с кем и буду. На сегодня важно, чтобы вы поняли, вы те, кто будет пользоваться этой технологией, чем уникальны струнные транспорт Ленинского. Он позволяет, наоборот, поддержать существующие технологии. Ведь у нас железные дороги, есть области, куда они просто не могут быть проложены. И если я могу доехать или долететь до Байкала, извините, а там только струнным транспортом. Так и пусть он все развивается. Я сейчас передаю слои Володе Маслову, думаю, он ответит на это. Тут целый ряд вопросов. Я сейчас листал вопросы, которые представлены в чат. Какой конкретный вопрос у тебя был? Извини. Вопрос был такого плана, что... Ну, я отвечу. Дороги как бы будут разрушать, железнодорожный транспорт. Зачем разрушать то, что... Нет, нет, нет. Дело в том, что эти вещи абсолютно сосуществовать могут друг с другом и прекрасно дополнять. Потому что вы же понимаете, это типа того, что давайте сегодня закроем трамвай в городе и всех погоним на какой-то юнибус. Это кому-то подходит одно, кому-то другое. До того момента, пока на рынке этой услуги не будет как бы, ну, перераспределения какой-то интенсивности движения транспорта. Поэтому железная дорога, она будет существовать. Ведь от того, когда мы будем строить скоростную трассу Таллинн-Санкт-Петербург, это не значит, что перестанет ходить поезд. Потому что, смотрите, да, кому-то хочется и кому-то нужно действительно за один час проехать или там за полчаса даже из Таллина в Санкт-Петербург, где 300, ну, скажем так, 310-315 километров. Но, извините, есть и другие места, куда надо тоже добираться. И туда все равно поезд будет ходить. До какого-то момента. Естественно, потому что уже развивать эту трассу, снова ее достраивать не будет иметь смысла. Потому что по своей себестоимости и по капитальным затратам, которые идут на строительство новой трассы SkyWay, она абсолютно на порядок выгоднее, чем строить железную дорогу. Или ее, сохранять ее эксплуатацию. Ее жизненный цикл будет, естественно, подходить к концу. Если посмотреть проект, о котором говорит Юницкий, и вот то конкретное техническое задание, которое, извиняюсь, авантпроект, который сделан по Санкт-Петербургу, ведь у этой трассы тоже есть свой жизненный цикл. И он 110 лет. То есть уже сегодня, проектируя, закладывая трассу, предусматривается, а что с ней будет через какой-то период, как она будет тогда. То есть у нее, значит, будет какое-то или развитие, или она сойдет со сцены и останется такая, как она есть. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем. Есть цифры, там я как раз листал чат, вопросы. Там есть много технических вопросов, или технологических вопросов. Рекомендую участвовать на всех вебинарах, не на всех, а на тех, которые ведет Сибиряков, которые ведет МНКО, Алексей Суходоев. Такие чисто, ну как бы, вебинары, которые касаются шестого технологического уклада. То есть сущности этого процесса, в который мы с вами сейчас, желая или не желая, ввязались. И находимся в нем по доброй воле. Потому что мир сильно меняется. И поэтому ничего страшного нет, когда и какой-то период, естественно, будет сосуществовать, все существующие виды транспорта, но один будет потихонечку вытеснять другой. Ведь на лошадях же сегодня ездят, хотя, скажем, в живой транспорт, он уже, скажем, интенсивно не используется. Где-то используется, где-то нет. Вот, может быть, коротко такие вещи. А технические вопросы я рекомендую на все находить вопросы, ответы на вебинарах. И там не надо постоянно быть. Как следует посмотреть. Можно ли я поставить наш ролик? Можно ознакомиться с тем, что у вас есть в кабинете. В кабинете очень много есть всего того, о чем вы спрашиваете. Спасибо. Лариса. Предлагаю поставить ролик. Ну, я благодарю. Вот я пока за это время проверила промокод. Он абсолютно работает. Вот я сейчас ввела промокод, он работает. Поэтому, куда вы его водите, как вы его водите, я не знаю. У меня код работает. Давайте мы передадим слово Маргарите Медонецкой. Маргарита, ты хотела показать ролик? Да, мы надеемся, что мы его увидим. На территории Казехнопарка состоялось важное событие. Для будущих поколений оставили послание, заложили капсулу времени SkyWay. Мероприятие знаменовало начало строительства, и через 15, 50 или 100 лет будет интересно узнать, а с чего же все начиналось. Буквально через год Экотехнопарк будет представлять собой инновационный центр транспортных и экологических инноваций SkyWay, на территории которого будут располагаться высокоскоростная, городская и грузовая транспортная системы SkyWay. О том, как все это создавалось с нуля, в чистом поле, никто и не вспомнит. Конечно же, этот праздник не смогли пропустить инвесторы и партнеры SkyWay, которые приехали из разных городов и стран. Еще больше людей с интересом узнавали от своих представителей о происходящем в Экотехнопарке практически онлайн. И они сейчас все с нами на связи, потому что мы делали предварительную встречу по поводу этой поездки, и провозглашали очень многие вещи, свершение, внедрение проекта наилучшим образом. Поэтому большое количество людей, просто тысячи людей, сейчас с нами и поддерживаем. Уже, можно сказать, примерно 120 тысяч участников. Более чем с 50 стран. Это проект международный. То есть его нельзя привязать к одной стране, к одной территории. То есть сегодня, скажем, в Беларуси нам очень важно, что здесь это все концентрируется, и мы работаем все ради того, чтобы вот здесь вот все строилось. Материализовалось, идеи материализовываются. Это для инвесторов очень важно. Материализовалось бетонем, металем. Конечно. Вот мы вчера как раз увидели. С бумаги перешло вот в реальность. Это первый анкер, вот сейчас первый промежуток. А, мы же отступили. Да, да, да. Все правильно, вот же наши фишки. Анатолий Эдуардович Юницкий с удовольствием показывал и рассказывал о том, что сейчас происходит в экотехнопарке. Наши гости увидели своими глазами начало установки ограждения территории. Ведь это не просто забор, а высокотехнологичная разработка Skyway, где продуманы все детали от экологии до надежности. Это прочная конструкция, хотя она легкая и ажурная, и она дешевле, чем обычный забор. И даже если кто-то пытается повалить одну опору с благостроном, надо валить десяток опор. Поэтому прочность, это необычное ограждение, необычный забор. Принять участие в установке первой опоры решили все вместе, ведь событие по-настоящему историческое. Вместе крутили бур, вместе замешали бетон, ну и, конечно, вместе установили. Мы ставим сейчас первую опору, первую стойку нашего струнного ограждения. И здесь она, вот, ограждение пойдет туда, где-то километр. И стойки наши будут через, стоять, через 15 метров. Так. Да, давайте бетон. Ура! Тоже возьмите лопатку. Поздравляю всех с началом строительных работ. Да, я тоже поздравляю всех с началом строительных работ. Это первая лопата бетона. Да, дорога начинает. Да. Вот так, вот так, да. Конечно, вручную установка первой опоры – дело символическое. На стройке должна работать специальная техника, которая уже прибыла в распоряжение компании Skyway и готова к использованию. Вот техника, которая, собственно, будет строить. И стаду будет ставить, ямки копать. И не только здесь, а по всему периметру. Поэтому первую опору мы вручную поставили символично, а дальше будет с помощью техники это все делается. И вот наш забор, наше ограждение пройдет туда примерно километр, сто метров. Вот в том направлении. Экотехнопарк практически через год сможет продемонстрировать все революционные разработки и преимущества струнных дорог. Но для инвесторов также важен подход к использованию финансовых ресурсов компании. Но и здесь они остались довольны. Вот я говорю основное, что профессионализм в чем впечатляет. И можно было, ну, деньги инвесторов, да, пошел, купил там. А ведь разрывали, ведь вы же мониторите. Если нет того, что нужно, вы разрабатываете сами. Купить будет на порядок дороже и на порядок хуже. И то ли купишь еще. Мы заинтересованы в том, чтобы оптимизировать расход средств максимально. То есть инвесторы должны быть спокойны на 300%. Значит, по нашим прикидкам, это наше уникальное мотор-колесо будет стоить где-то порядка 5000 долларов за что-то. По говоря, наше уникальное мотор-колесо, которое позволяет разгоняться нашему юнибусу и тормозить. А скорость, сколько это сейчас, на участке 15 километров. Ни одна система транспортная это не может делать. Ни одна. Ни скоростная дорога, ни польза на магии подружки не сможет разогнаться и тормозиться на таком коротком участке. А мы сможем. И вот наступил момент главного события. Закладка капсулы времени. Послание будущим поколениям о том, как все начиналось и кто стоял у истоков их настоящего. Ведь когда-то самолеты, автомобили, ракеты считались чем-то фантастическим и нереальным. А сейчас мы пользуемся всем этим и уже не представляем, что могло бы быть как-то иначе. Но самое главное, что для потомков, благодаря транспортно-инфраструктурным технологиям Skyway, будет сохранена экология. У меня в руках капсула времени. Мы закладываем ее нашим потомкам на 50 лет. И мы сейчас находимся... Здесь будущая станция, она вот там. И мы находимся сейчас вот здесь. Вот здесь мы ее заложим, капсулу времени. Это послание нашим потомкам. Первая капсула – это на 100 лет. Мы надеемся, Саня ее потом отмечает. Это на 50 лет. Точно. Это на 15 лет. Это глазом не моргнем, как в 15 лет. Ура! Наших гостей переполняли эмоции. Ведь все, что они увидели, превзошло самые смелые ожидания. Работа конструкторских бюро, разработка инновационных идей, строительство экотехнопарка. Это реализация их финансовых вложений. Это вклад в будущее нового, чистого мира. Это действительно знаковое событие. То есть эмоции, энергия переполняют. Я это не могу объяснить. Мы творим новую историю именно сегодня. Для будущих поколений все уставшие, потные и так далее. Ну, так ведь рабочие процессы и проходят. Стройка по-другому, она невозможна. Мы приехали из Москвы для того, чтобы посмотреть, что сегодня здесь должно происходить. Вчера Анатолий Эдуардович нам показал КБ. Мы прошли по трем этажам, посмотрели на всех этих инженеров. Сейчас работают на него 120 человек. На него и, в частности, значит, и на нас. Потому что мы тоже хотим, чтобы наши деньги работали в руках профессионалов. Вчера, конечно, мы были потрясены тем, как это все делается. А сегодня мы уже вышли на ту площадку, на которой все это будет уже воплощаться. Поэтому мы очень довольны тем, что мы приехали и сами во всем поучаствовали. Я, как представитель инвесторов, сам инвестор, побывав и сегодня участвовал в этом мероприятии в Мариной Горке, еще больше убедился, что мы делаем правильное дело, что есть момент материализации всего того, чем мы и все вы занимаемся. И это радостно и здорово. Мы идем вперед. С чем я вас и поздравляю. То есть мы как бы поняли о том, что он существует. Тем более, как бы он ютубовский. Лучше сбросить ссылку в чат в общий, для того, чтобы участники могли это посмотреть. Как бы от своего имени я все же беру на себя такую ответственность на сегодня закончить нашу встречу. Наша встреча была уникальна. И это действительно так. Вы получили информацию по нашей поездке в Минск. Эта поездка была очень положительная для нас, потому что мы увидели, что все прекрасно и все не только движется, а движется с теми миллионами шагами. Вопрос о том, будет ли внедрена эта технология или нет, уже больше не стоит. Сейчас стоит вопрос, когда. Вот и все. Вот единственное. А это когда зависит в том числе и от вложений, потому что это дорогостоящая вещь внедрения этой технологии. Все технические вопросы, которые нам пытаются тут задать, сегодня мы отвечать на них не будем и не можем, потому что сегодня не та встреча. И на самом деле, вот те, кто пишут, что не могут найти информацию на сайте, это не так. Информации огромное количество. И о самой технологии, и о ее надежности, и о ее рекомендации, и сертификаты, и как это будет выглядеть, и как это будет внедряться. Поэтому на сегодня мы были счастливы вас видеть. Та задача, которая была сегодня возложена на нас, нами полностью выполнена. Мы призываем вас посетить конференцию, которая начнется уже скоро. Еще раз скажу, она пройдет 23-25 октября в Москве. У нас будет выступать Анатолий Дорчевницкий, Андрей Хавратов. Будут выступать спикеры, директора. Будет представлен новый план, новые возможности, новые адресные проекты. И только от вас зависит, будете ли вы частью этого процесса. И во всем мире существует такая общеизвестная фраза. С вами, либо без вас мы движемся. Я сейчас говорю не о вас, и обо мне, либо совете директоров. Я сейчас говорю о технологии, о новой Эрик, которая пришла для человечества. О новом шестом технологическом укладе, который внедряется и путешествует по планете с семимильными шагами. И я как бы говорю о всех этих технологиях, от имени планеты. С вами или без вас, с нами или без нас планета движется. Вопрос, где мы во всем этом. Мы с вами не прощаемся, потому что не расстаемся. До встречи и успехов всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok